Седьмого мая прошел первый полуфинал конкурса Евровидения. Участниками от Ирландии стали артисты, имитирующие сеанс экзорцизма. Они исполнили готический балет о судном дне и вышли в финал, а ролик с их участием вирусится в ТикТоке. А вы следите за Евровидением? Пишите в комментариях. Надпись на видео означает, как это объяснить людям, которые не смотрят Евровидение, и кое-кто этим воспользовался. Пропагандист Азаренок постит картинки с выступления ирландцев, стащив видео у россиян. Там в углу даже подписано, что авторство якобы это пул номер три. Азаренок называет артистов нечестивыми и цитирует псалтирь. Я вам объясню зачем. Так, он, вероятно, намекает не только на экзорцизм, но и на то, что поющий на сцене человек считает себя небинарной личностью, то есть не мужчиной и не женщиной. Пропаганда и власти такое не любят. Это может быть даже приравнено к порнографии, если кто-то посчитает, что исполнитель гей. В общем, мне кажется, в Беларуси такое искусство в принципе невозможно. Азаренок пишет про конкурс. Хорошо, что мы туда больше никогда не поедем. Думаю, это взаимно, и исполнители тоже к нам вряд ли поедут. Что касается Беларуси, то в Евровидении она больше не участвует. И вот почему три года назад власти предложили для конкурса вот это. Организаторы не пропустили песню по политическим причинам. Она высмеивает участников протеста в Беларуси после президентских выборов 2020 года. В общем, потом с участием тоже не складывалось и песни приходилось петь чисто себе. Например, так выглядит музыка на сцене незадолго до Дня Победы. О Дня Победы мы рассказывали в прошлом видео. А что касается этого концерта, то происходящее на сцене тоже похоже на своего рода экзорцизм. Но у ирландцев это хотя бы выглядит стильно. Что ж, в конце этого стрёмного и кринжового блога должно быть что-то про надежду. Что-то про то, а что же делать. Это не в моем характере, но я вам скажу, что иногда ничего делать не надо. Неординарные личности и с провластной тусовки и около сами справятся. Возьмем, например, провластную авторку песен Анну Силук и ее творчество. Так вот, недавно яростная пропагандистка Бондарева наябедничала на Силук, не поняв, что та вообще-то невестка Лукашенко. Обозвала ее замогаркой и госпереворотчицей. Зеркало пишет, позже Бондарева отредактировала эти сообщения, убрав из них упоминание Силук. Упс, вышло неудобненько и небезопасно для инфоказачки. Но, знаете, этот жаба-гадюкинг в меня вселяет надежду, рано или поздно эти ребята изничтожат себя изнутри. Пока пропагандист и зоренок хает Евровидение, БТ ежедневно поливает всю Европу и мир, донося, как там плохо. Хорошего в мире не происходит, и за недельку по текстам БТ можно создать карту глобального идиотизма и коллапса. Например, во Франции хотят бороться с дронами, но борются с вентиляторами. Да и вообще Европа как-то, ну, не очень. А у вас какой-то смесь средневековья с хай-теком и с каким-то бомжатником, и тут сидят бомжи пьют и так далее. Впрочем, плохо не только там. В США проходят массовые аресты, а самые богатые ездят в путешествия на нудистских лайнерах. Мне кажется, что не дожали тут маленько на БТ с американским трагизмом. Следующий пункт – Шотландия, где на улицах крысы размером с кошек или маленьких собак кусают рабочих, забирающих мусор. У БТ даже написано, что источник информации – британский ежедневник Миррор, но в итоге ссылка ведет на какой-то телеграм-канал под названием «Шкварка 2.0», где висит скриншот новости. Так, я узнала, что сотрудники национального телевидения Первого канала не соблюдают стандарты работы и используют в качестве источника новостей группу, у которой в описании значится жареные, но проверенные факты на условиях полной анонимности. В публикациях зачастую нет ни авторов, ни ссылок на то, откуда взята информация. Жареные факты выглядят сомнительно, зато есть веселенькое видео с Лукашенко. Танцующий диктатор выглядит бодро, а вот в мире, говорят про властные СМИ, трындец. Извержение вулкана в Индонезии, утечка аммиака в Таиланде, плохо даже на солнце, там очень мощная вспышка, и даже в галактике все не слава богу. Ученые обнаружили опасную черную дыру. В общем, я вам скажу, мир, безусловно, в огне, и везде трындец, кроме Африки. В Алжире вот сертифицируют белорусскую молочку в Сирии, что-то празднуют, а в Объединенных Арабских Эмиратах можно будет обменять белорусские права, не пересдавая экзамен. Были бы у меня права, с удовольствием бы воспользовалась таким предложением, хотя не думаю, что много у кого из белорусов есть средства для поездки в Эмираты. Помимо Африки, остатки хрупкого мира на могучих плечах держит также и Беларусь. Мы островок европейских ценностей в христианском понимании, говорит Гайдукевич. Мы настоящая сегодня Европа, Беларусь. Почему? Потому что у нас христианские ценности, семейные ценности, и они должны у нас вот брать пример. Видимо, поэтому у нас нельзя мастурбировать в подъезде, а некоторым так хотелось. В Гомеле мужчину за этим делом засняла камера, и сайт про Гомель выложил скриншот видео. Журналисты пишут, в отличие от сексуальных девиаций, которые где-то, может, приняты за норму, белорусы более традиционные и выступают за сохранение морали и семейных ценностей. Правда, запостили они это 6 мая, ровно накануне одной даты. Откуда у нее узнали поклонники традиционных ценностей, неизвестно, возможно, еще из каких-нибудь видео. В Беларуси хорошо не только с моралью, нет проблем и с мигрантами. Хотя, конечно, кто-то поджег пограничный столб, но это так, мелочи. Сто пудово это не мигранты, а белорусские пограничники курили в неположенном месте. Они, наверное, не знают, что у российских военных от такого курения взрываются целые склады боеприпасов. В общем, подытожу. Пока весь мир охвачен огнем, а по европейской сцене скачут сатанисты, Беларусь вместе с небольшим кусочком нашего бренного мира остается островком стабильности и морали. Но на самом деле это благополучие мнимое, потому что за красивой картинкой в телевизоре кроется диктатура, бедность и нетерпимость к другим. На этом все. Пишите в комментариях, смотрели ли вы Евровидение, давно ли видели крыс и как у вас с моралью. Не забывайте делиться этим видео с вашими родителями и близкими, что еще смотрят БТ. Ставьте лайки, пишите комментарии, а также присоединяйтесь к нам в других соцсетях, ссылки на которые вы найдете в описании. А это была Анна Лепешкевич и обзор пропаганды Чаго Брэшиш.